Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я бы хотел с вами поговорить об одной очень важной теме для любого человека, ну и, конечно, для христианина. Каждый из нас в своей жизни сталкивается с определенного рода проблемами, и эти проблемы чаще всего являются нашими внутренними проблемами. Мы очень часто страдаем от каких-то своих внутренних недостатков. Церковь, когда говорит о грехах, часто говорит о том, что человек тот или иной заражен определенной страстью. Вы знаете, что страстей достаточно много. Каждый человек подвержен какому-то недугу, духовному недугу. И святые отцы, особенно подвижники, преподобные, те, кто посвящали свою жизнь молитве к Богу, посвящали свою жизнь борьбе со своими страстями, оставили нам богатое наследие, как следует преодолевать эти немощи, как следует бороться со своими недостатками, о коих у нас, конечно, много, и каждый здравомыслящий человек эти недостатки в себе должен видеть и видит. Так вот, есть такое слово, которое у нас сегодня кажется совершенно невинным. Мы говорим, что бывают люди так называемые пассивные. Вот по-латински звучит как passivus, и это слово имеет двоякое значение. С одной стороны, это слово означает страдательный, человек, который страдает, а с другой стороны, человек недеятельный, то есть он прекращает вести какую-то деятельность и погружается в некое такое аморфное состояние. По большому счету, в принципе, эти две вещи, о которых мы говорим, два этих понятия, они сливаются воедино. Ведь когда человек бывает одолеваем какими-то страстями, бывает одолеваем какими-то греховными наклонностями, то, по сути, он является связанным этим грехом. По сути, он является человеком, который уже пассивен. Он не может противостоять греху, он не может ничего с собой сделать. Он пытается выйти из этой ситуации. Это очень хорошо, если он пытается выйти из этой ситуации, и порой ничего не получается. А еще страшнее, когда человек даже не замечает этого и живет вот в таком пассивном состоянии. Конечно, когда человек находится в такой пассивности по отношению к своим грехам, он является человеком и недеятельным, он как бы связан, и он является еще человеком, страдающим от этого. Поэтому мы говорим, что человек, который пьет, он страдает от алкогольной зависимости. Наркоман страдает от наркотической зависимости. Вот это то, что делает страсти с душой человеческой. Вот очень удачное слово в славянском языке, в церковно-славянском языке, слово «страсть». По-другому звучит, как страдание. И человек, который подвержен каким-то грехам, он, по сути, подвержен какого-то рода страданиям. Мы знаем, что грехов у человека достаточно много. Люди грешат каждый день, мы каждый день падаем, каждый день оступаемся. Но ведь святые отцы говорили, что среди многих грехов есть некие грехи, которые особо выделяются. И как говорил один преподобный подвижник, что дьявол и человека хочет, по большому счету, добиться двух вещей. И эти две вещи, по сути, являются самыми страшными грехами. Первая вещь — это человека сделать подобным себе. И в первую очередь дьявол является гордецом. Самое страшное, что в нем есть, — это дух гордыни. Это самое ужасное. И дьявол многих людей пытается склонить на эту стезю, чтобы человек стал горделив, чтобы человек себе приписывал многие одарования, человек гордился многими вещами в своей жизни. И в человеке возрастает вот эта непомерная гордыня, и человек попадает в руки дьявола. Это самый страшный грех, который есть в душе человеческой, может возникнуть в душе человеческой. Вторая страсть, подобная гордыни, — это дух уныния. Когда человек опускает руки и прекращает заниматься как самим собой, так, собственно говоря, уже не интересует то, что происходит вокруг него. Вот если дьяволу не удается достигнуть первого, то он занимается, собственно говоря, вторым. То есть вводя человека в это состояние, в состояние уныния. И сегодня вот мне, как священнику, приходится много беседовать с людьми, принимать исповеди человеческие. И на самом деле видишь, как вот эта страсть, страсть уныния сегодня одолевает человеческие души. Но, собственно говоря, если мы рассуждаем об этих вещах, рассуждаем о многих других грехах, то мы должны что-то им противопоставить, мы должны что-то начинать делать, мы должны уже вести жизнь не пассивную, бездеятельную, а должны вести жизнь как раз-таки деятельную. Мы должны стараться искоренить в себе эти страсти. Святые отцы оставили нам очень много уроков, как правильно это делать. И вот одним из таких великих духовников, духовных отцов, которые оставили свое наследие своим потомкам, является преподобный Исаак Сирин. Преподобный Исаак Сирин всегда напоминает своим чадам, своим подопечным, то, чтобы они занимались духовной жизнью, чтобы они вели духовную жизнь, вели ее правильно. И говорит, что в духовной жизни у человека должно быть две самые главные вещи. Во-первых, человек должен в своей жизни все делать равномерно. А второе, он должен делать все умеренно. То есть в духовной жизни должно быть два крыла — умеренность и равномерность. Что он говорит? Что такое равномерность? Что в нашей жизни не бывает мелочей. Но каждой вещи в нашей жизни должно быть свое место. То есть если человек ходит в храм, но при этом не молится дома Богу, это уже перекос. Если человек занимается только молитвой, но совершенно забывает о посте и о каких-то других высоких деятельных добродетелях, то это уже перекос. То есть если человек делает только добрые дела, но при этом забывает про Бога, это тоже перекос. И так в жизни таких перекосов бывает много, поэтому Исаак Сирин говорит, чтобы не было искушения, чтобы не было проблем, нужно все делать в свое время. Пришло время помолиться в храме, пришли помолились. Пришло время помолиться дома Богу, помолились. Пришло время кому-то оказать милостыню, кому-то помочь. Вы оказали эту милостыню, вы помогли этому человеку. То есть пришло время поститься, мы постимся. Таких добродетелей на самом деле очень много, но каждой добродетели должно быть свое место и свое время. Дальше преподобный Исаак говорит, что в духовной жизни у христианина должна быть умеренность. Ведь если человек начинает что-то делать слишком много, слишком этому придавать много значения, при этом, конечно, забывая о каких-то других добродетелях, то бывает так, что человек от этого начинает уставать, и человек падает. Исаак Сирин говорит, что дьявол добивается от человека того, чтобы человек или вообще не молился Богу, либо если он молится, то это делал он сильно, много, и порой даже через свою силу. Если человек будет делать что-то через самого себя, перепрыгивая свои какие-то естественные нужды, какие-то естественные потребности, или делать это все через меру, то человек может впасть в то, что мы называем, опять же, уныние. И из-за этого уныния он попадет в рабство дьяволу, и в итоге он бросит все то, что однажды начал в своей духовной жизни. Поэтому Ава Исаак нам напоминает, что нужна и умеренность в нашей жизни, и равномерность. Если мы свою жизнь поставим вот в это русло, в русло духовной жизни, в русло молитвы, в русло духовного внутреннего делания, то, конечно, тогда и многие страсти начнут нас покидать. И наша душа, одолеваемая какими-то страстями, грехами, постепенно начнет крепнуть, и наши человеческие немощи начнут отступать уже на задний план. Ведь самое главное в жизни христианина — это постоянно работать над собой, постоянно, 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 и день, и ночь трудиться над воспитанием своего ума, своего сердца, своей души. Помоги всем вам, Господь! Всех вас с сегодняшним замечательным днем, потому что каждый день для нас — это Божий дар. Субтитры создавал DimaTorzok